Ярославлия в спорткомплексе «Арена» простились с хоккеистом Александром Галимовым. Он умер накануне в Московском институте Вишневского. Галимов был единственным из игроков локомотива, кто вышел в авиакатастрофе Як-42. Врачи почти пять суток пытались его спасти, но травмы были слишком тяжелые. 90% на ожоге тела. При таких повреждениях практически нет шансов. По желанию семьи Александра Галимова похоронили отдельно от остальных погибших при крышении ярославцев. Он всегда со льда уходил у нас последним. Прощался с болельщиками. И здесь он последним уходит. Саша был любимцем команды. Место населения его очень любило. Светлопамять ему. Бортинженер Александр Сизов, теперь единственный уцелевший при крышении Як-42, пришел в сознание. Это подтвердили в институте имени Склифосовского, где он проходит лечение. Состояние больного сегодня жизни ему не угрожающее. Конечно, я не могу сказать, что у него пока что удовлетворительное состояние. Конечно, состояние остается тяжелым. Больной был прооперирован, вы знаете, бедренная кость. У него был сложный перелом. Из реанимационного отделения. Переведен уже в отделение, в отдельную палату. Он находится под наблюдением врачей, но уже не в реанимационном отделении. Психологи будут с ним работать буквально. Начнут, как он только, абсолютная индоксикация у него закончится. Все же таки есть какая-то степень индоксикации у него. Ярославский «Локомотив» пропустит этот сезон континентальной хоккейной лиги. Клуб, за который согласились выступать игроки из других команд, будет играть в высшем дивизионе. Независимо от результатов, возвращение в КХЛ в следующем сезоне гарантировано. Место «Локомотива» в КХЛ никто не займет. Для группы, в которой должны были играть ярославцы, уже составляют новое расписание с дополнительными матчами. По предложению клуба и российских железных дорог, в этом сезоне в КХЛ «Локомотив» играть не будет. И на основе такого решения начали обсуждаться те меры, которые потребуются для того, чтобы «Локомотив» был возрожден. Была создана команда хоккейного и высшего уровня. Как это сделать будет, будет обсуждаться клубом, лигой, профсоюзом игроков и Министерством по спорту и туризму. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!